Если отталкиваться от того, что главной целью акции является выявление знаковых слов, отражающих общественные и культурные тенденции уходящего года, то получается, что на сегодняшний день мы живем в обществе реноваций, биткоинов и хайпа. Помимо тройки лидеров, в список наиболее популярных вошли слова батл, допинг и криптовалюта. Многие из этих слов заимствованы, некоторые являются сленгом, но все они в целом характеризуют современное общество. Русский язык – это отражение того, что происходит в настоящее время для определенной категории людей и для определенного периода времени. Но на самом деле вопрос, нужны ли эти слова, вон вечно еще шишковистые карамзинисты спорили, нужны ли нам новые слова. Но я думаю, что в русском языке нет пока синонимов, которые могут заменить. Да, то, что мы уходим в киберпространство, это логично, потому что термин биткоин – это все, это наше все сейчас. Но мне кажется, что в данном случае не все их применяют и в большей степени это не логизма. Но если реновации и биткоин – термины более или менее понятные тем, кто следит за происходящим в стране, то хайп вызывает множество вопросов. Ольга Тарасова – учитель русского языка и литературы. Именно она закладывает основы правильной речи, и именно она одной из первых знакомится с новинками молодежного сленга. После выбора слова «года» Ольга пообщалась со своими учениками и поняла, что во многие слова ребята вкладывают не совсем общепринятый смысл. Так, например, заимствованное слово «хайп» в бизнес-структуре обозначает нелегальные схемы в сетевых организациях. Но сейчас молодежь употребляет его в другом значении. И, как выяснилось, понимают они его тоже по-разному. Я думаю, что это связано с популярностью. Что-то модное, что-то в тренде. Я думаю, что хайп – это олицетворение молодежи. Скажи, пожалуйста, а сама это слово в своей речи ты употребляешь? Нет. А почему? Ну, не знаю, оно мне как-то не близко. Для меня хайп – это веселье. Слово «хайп» я не употребляю в своей речи. Если нужно объяснить значение, то я думаю, что это что-то, находящееся на пике популярности. Кратковременной, но все же популярности. Из этих трех слов, пожалуй, максимум могу употреблять биткоин, но это не очень часто. Кстати, помимо слова «года» эта акция включает в себя еще две номинации. Выражающая язык лжи и агрессии категории «антиязык» на первое место вышло словосочетание «иностранный агент». Чуть ниже лозунг «можем повторить». В номинации «Портологизм года», то есть новообразованное слово, первое место делят два победителя – «домогант», а также приставка «ГОП». Например, «ГОП-политика», «ГОП-журналистика», что означает проникновение гопничества во все сферы жизни. Вот такой филологический итог года. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город».